получается я выжил мне удалось теперь нужно как-то пробраться до двери аккуратно вот так и да наступил день неужели неужели этого кошмара не было или же это все у меня в голове ты что-нибудь видела ночью странного и цуки ничего я не видела все было порядке ладно и цуки раз ты так говоришь видимо мне действительно почудилась но что если они мне одному но что если это видел кто-то другой хотя нет все спали что нам тут выдал мистер неизвестный включить бортовой пока прекрасно и цуки ты знаешь где бортовой пока бортовой компьютер находится в комнате управления вот вся информация комнаты направления управления это значит вон туда самую последнюю комнату коридора восстановить связь в управлении муки починить проводку в главном холле я как раз здесь так соединяю сюда правильно какие-то звуки страны так синик синему вот так желтому все я починил я справился вынести мусор из лаборатории восстановить вай фай и установить файлы с компьютера лаборатория это у нас вот здесь вот так выносим мусор прекрасно выкинули его ах вот что тут бродило живое робот мистер пен неизвестный мне про него рассказывал это такой страж порядка который просто тут следит за тем чтоб все эксперименты о боже я сейчас реально испугался он какой-то странный и подозрительные ну ладно в общем он следит за всеми экспериментами в этой лаборатории ладно такой файл в общем то вот и все так теперь скачать файлы наш надеюсь мистер пен не будет против так берем вот так вот теперь скачиваем он завершено так еще делаем вот это вот загружаем программу вот получается это у нас выполнено отлично пока что еще все спят вынести мусор почти не проводку в главном холле восстановить связь в управлении связь в управлении это у нас вот здесь вот я даже не могу себе представить как выглядит тот монстр в той темной комнате в которой я ночевал и почему он оставил меня в живых неужели он не может видеть темноте так здорово печь собачий охранник так связь и бортовой компьютер я так понял вот это вот он самый средний позже как это жутко а могу выключить выключить у меня мурашки от него так и восстановить связь это поняла это вот это как-то так это делается мы посылаем какие-то сигналы восстанавливаем связь так что тут у нас тут у нас что-то странно получается мы уже все сделали отлично мистер фич я свободен теперь на весь день потому что с утра сделал все абсолютно вещи в общем то вот и все и цуки нет никаких больше для меня заданий это решает мистер неизвестный я задание давать не могу извините а то есть получается это все задания ладно и цуки как-то странно общается ну ладно виду вот и вот и как вообще проснулся в такую роль не спрашивай лучше гарри моя ночь прошла очень странно мне пришлось переночевать самой опасной комнате как это стоит там где монстр неизвестный да так уж случилось что мне пришлось там выполнить задание но и вместе с тем я понял что этот монстр по какой-то причине неизвестный он не нападает в темноте ну то есть я прекрасно понимал что рядом со мной кто-то живой ходит но при этом не понимал сущность этого существа я не понимал как он выглядит я не понимал что она хочет но еще больше я не понимаю почему она не нападает ведь неизвестный говорил что это опаснейшее существо точнее это говорила по-моему и цуки это место хранит много загадок а я говорил ну что ж ладно пошел я выполнять свои задания да 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 гарри лучше выполняя задание пораньше потому что его только проснулся и уже все задания переделал вот это ты молочек конечно поздравляю а сколько у тебя их было ну штук шесть вот это да вот это тебя под запрягли ну ладно пошел я короче удачи гарри а ты это отдохни пока раз ночью не спалось окей спасибо гарри приму к сведению так значится что у нас тут по списку делал на сегодня понятно перетащить 5 ящиков из шахты далее добыть 4 золотых слитка и добыть 8 каменного угля не но это вообще жесть а также вынести мусор дальше читать не буду ладно пойду я так отлично с говорим пополам я нашел кирку надеюсь такая мне поможет теперь отправляемся копать и тащить ящики работы тут конечно предстоит немерено ну что уж ладно совсем разберемся сначала возьму-ка я ящики и теперь мне их нужно как-то дотащить до склада ладно шош понесли я шуем грузчик что ли ящики тяжеленные таскать что в них вообще такое хотя ладно не буду нарушить правил не буду их скрывать просто донесу их как сказала руководство ну шо шеф принимайте 1 2 3 4 и 5 вот все такс такс дальше по списку копать роду ну я пошел копать вот вижу золото золото возьмем нужно нам целых четыре штуки ага еще золотая руда спряталась у нас вот здесь вот на поверхности и вот они две последних золотых руды последних что мне нужно добыть ну еще конечно уголь остался но его тут прям здесь в избытке так теперь че написано что это все мы должны отправить на склад окей так куда бы это все запечатать а думаю можно прям вот в этот вот ящичек запечатаем ну все моя работа выполнена что там дальше ага нужно в кладовой мусор выкинуть но от мумеиком ну вот и все что там дальше ага значится тут написано что нужно топливный индикатор какой-то заправить подсказка топливный индикатор находится в запретной комнате это получается там где спал сегодня видгу ну ладно мы сходим туда чтобы заправить топливный индикатор нужны две канистры с топливом одна находится в лаборатории 2 в управлении ладно и еще нужно восстановить подачу энергии в управлении как много от меня хотят а так канистры с топливом у нас находится вот здесь вот мистер пингвинчик вы одобряете то что я сейчас возьму эту канистру с собой молчание знак согласия окей я возьму ох Eeny на S Three а ж надеюсь ты не будешь возражать если возьму вон ту канистру она мне просто по заданию очень важно ну пожалуйста да нет вроде бы я взял канистру и он ведет себя довольно спокойно видимо он от чего-то другого охраняет но чего же ладно тут еще нужно принять какую-то подачу энергии восстановить вернее это где это скорее всего вот этот вот щиток ну ладно проверим что тут вот так это делается восстановили теперь вот так и вот так все завершено это было легко в принципе а теперь самое страшное топливо как же тут темно мерзко и страшно так вот индикатор а это что еще черт побери это какой-то склизкая жидкость я надеюсь все будет хорошо если я ее уберу и меня похвалят так конистра вот наполовину заполнили вот индикатор теперь полон теперь сматываю удочки отсюда поскорее слава богу это все поручения на сегодня ладно не скажу что это было прям сильно тяжело но это было сложновато я прям чувствую будто меня на карцерку какую-то отправили или на исправительные работы что в принципе одно и то же ну ладно я короче пошел а гарри ты уже проснулся а если бы я только проснулся я уже все дела свои переделал так устал наверное сейчас снова лягу спать потому что но что еще тут делать ну даже не знаю а ты свой список куль смотрела а какой список ну список дел которые нам дают на каждый день нет он должен быть вдруг меня пощадили меня это как-то обошло а а нет есть у меня список такой и тут ладно с этим я еще как-нибудь разберусь я надеюсь давай здесь дают довольно простые задания но дают их очень-очень много так что в общем то не соскучишься и это хорошо но ладно я пошла тогда работать удачи маги а ну-ка давай-ка пойдем по порядку нужно загрузить какие-то специальные данные лаборатории с одного из компьютеров но это проще простого о божечки что это такое кто ты такой мистер пен мистер пингвиненок ладно ты не такой уж и страшный на второй взгляд на но на первый взгляд ты очень жуткий тебе присутствует некий эффект мандалы и что это было не подходи ко мне что-то сейчас только что произошло ладно не будем отвлекаться будем выполнять задание допустим подойдем к этому компьютеру и начнем перекачивать файлы идёт обработка мистер пингвинчик мистер пингвинчик не смотрите на меня так ну отлично так дальше нам нужно взять пробирки и проверить их хорошо вот пробирки вставляем и начинаем операцию и того повторяем повторяем и получаем вот эту пробирку заполненную ну что ж ладно видимо так и должно быть почему ты так странно на меня смотришь не надо на меня так смотреть ага дальше говорится нужно взять вот этот телескоп проектор и настроить его на картинку земли сейчас посмотрим это не то это вообще пустота это какой-то марс это венера это белая неизвестная планета это земля отлично дальше написано последнее задание чего активировать систему подачи электроэнергии двигателя что эээээ ицуки а ты не подскажешь а где здесь находится комната управления с удовольствием комната управления находится прямо по коридору до конца коридора эээта ладно ицуки спасибо ты мне очень помогла Ага, это получается вот эта вот жуткая комната с этим жутким бортовым компьютером. Ладно, посмотрим, что я смогу покрутить. О, я смогла. Тут ещё написано рядом, здесь есть какая-то похожая штучка, а именно... Да, точно, вот это вот. Как-то вот так вот это надо делать. Или как? Я не понимаю. А, вот, когда доходит до красной полосы, тогда нужно запускать сигнал. Хорошо, я справилась. А? Мэгги, куда же ты пропала? А, Гарри, Гарри. А? Ты не знаешь случайно, куда могла подеваться Мэгги? Она мне вроде бы говорила, что пойдёт выполнять задание. Больше я ничего не знаю. Она по-любому ходит по всему помещению. А, ладно. Значит, я найду её? Без меня она отправилась. Как она могла? Сколько же тебе раз повторять, Мэгги, чтоб ты запомнила? В чужом помещении никогда без матери не ходи. Ну, мам, но мне не семь лет, чтоб ты мне это говорила. И, к тому же, между прочим, я выполняю задание. И я уже всё. А ты? А, задание, задание. Точно, нам же говорили про какие-то задания. Этот загадочный неизвестный голос. Ну, ладно. Я тоже пойду выполнять задание. Но только уже без тебя. Это слишком опасно, может быть. Ладно, мам. Удачи тебе. А, хорошо, Мэгги. Впредь веди себя хорошо. Ну, мам, но я же пошла выполнять задание. Без матери никуда не ходить. Хорошо. Ну, как, Мэгги? Воссоединилась с семьёй? А, это ты сказал, где я, да? Да нет, нет. Я просто подсказал, где ты можешь быть. А, ладно. Но ты сама должна понимать, что если твоя мать тебе не доверяет, значит, это серьёзно, и вам нужно поговорить? Да как же мне с ней разговаривать, если она считает меня за совсем маленького ребёнка? Это знакомая история. С этим уже ничего и не поделаешь. Наши родители всегда будут считать нас детьми. Но нужно, чтобы они увидели, как ты растёшь. И только тогда они признают, что ты вырос. И откуда только в тебе эта информация? Да, я знаю на личном опыте. Не спрашивай, окей? Ну, ладно, Гарри. Так, моё первое задание на сегодня связано с электричеством. Ага, тут есть рисунок. Это вот эта штука. Вроде бы правильно. Так, вентиляция. С вентиляцией всё нормально. Ага, тут у меня написано, что мне нужно пойти в запретную комнату. Как это? Она ж потому и запретная, что очень опасная. Ладно. Видимо, просто у меня нет выбора. Как тут темно, сыро и мерзко. Просто не могу. Ага. Кажется, нащупала. Вот ещё одна такая штучка. Прекрасно. Движемся дальше. Следующее задание это вынести мусор вот здесь вот. Вроде бы я справилась. И дальше нужно пройти сканирование. Так, как это работает? Ага. Кажется, работает. И всё? Я прошла? Ну, ладно. Так. Что говорится дальше? Дальше тут написано, что я должна починить ровно такую же штучку и в медпункте. То есть здесь. Хорошо. И последнее задание это... Господи, электроника. Я в ней не сильно разбираюсь. Но нужно найти электрический щиток в кладовке. И соединить провода по цвету. Надеюсь, справлюсь. Так. Вроде эта штука и называется щиток. Ладно. Открываем. Что тут делать? Лишь бы током ещё не шибануло. Нужно этот провод подсоединить сюда. Зелёный к зелёному. Всё в порядке. Синий к синему. Что-то за звук был. Жёлтый к жёлтому. Ага. Что-то загорелось. Значит, всё работает. Значит, я смогла. Так. И Цуки. Не подскажешь ли... А Мэгги в своей комнате. В жилой комнате. Да. Всё верно. Все члены экипажа находятся внутри жилого модуля. Отлично, И Цуки. Спасибо за информацию. Всегда рада служить. Рада, что ты хоть на этот раз меня послушалась, Мэгги. И пошла сразу же в жилой модуль. Ну, мам, как же я могла слушаться? Ааа. Мэгги. Тебе ещё... Многому предстоит научиться. Я верю, но я хочу это сделать сама. Ладно, Мэгги. Об этом потом поговорим. Ммм. Вполне неплохая кухня. А как тебе, Витго? Да, нормально. Самое главное, что съедобно. Эй, господин повар. Вам не кажется, что... Наша еда... Какая-то не такая? А? Что вы сказали, Мэм? Моя еда самая лучшая еда. Но почему такие маленькие порции? Вы считаете, что достаточно наесться одним борщом и одной рыбкой? Одному человеку? Да. Калорийность для всех одинаковая. Скажите спасибо, что вы вообще можете есть. Но вам не кажется, что это слишком мало, особенно для растущих организмов? Тёть Вер, да всё нормально. А нам хватает, мы сыты и не чувствуем голода. А, ну, ребята, вот видите, главное, чтобы вы не голодали. Это моя миссия. Обеспечить вам нормальное пропитание, чтобы вы смогли жить. А большего от меня и не требуют. А, ну всё равно, этого слишком мало для активного рабочего дня. Что же тебе надо? Я не понимаю. Он просто гуляет по комнате. Ладно, по крайней мере, тут я в безопасности. Он меня не увидит. Кто же ты такой? Кажется, он что-то чувствует. Он отвлёкся. Если он меня схватит, я боюсь представить, что со мной будет. Ладно, была не была. Я вылезаю. И теперь мне нужно бежать у него за спиной. Кажется, он меня не заметил. Да, отлично, я свалил. Пойду в другую комнату. Я думаю, кладовка безопасна. Заходим. Что это? Я не понимаю. Оно живое. Ладно. Лучше к этому не прикасаться. Ладно. Может быть, кухня поможет мне укрыться? А это что такое? Это новый робот. Выглядит он дружелюбно. Но я сомневаюсь, что он такой на самом деле. Ладно. Пока на всякий случай, пока нам не рассказали, что делает этот робот. Я лучше буду держаться от него подальше. А, ладно. Значит, кухня тоже не вариант. Ну, где же тогда спрятаться? А, может быть, в шахте? Там, конечно, очень страшно, но там побезопаснее будет, чем здесь. Где этот монстр? Ну вот. Тут достаточно приятно. Хоть и сыро, и как-то грязновато. Но, впрочем, тут можно будет переночевать. Тут безопасно. А? Я, кажется, что-то слышу. Офигеть! Фич! Что он тут делает? Надо валить отсюда поскорее! И зачем это он здесь ходит? Ладно. По крайней мере, я могу от него скрыться. Неизвестно, что будет, если я ему попадусь. Поэтому я рисковать не буду. Я пойду в другую комнату. Сейчас посмотрим. Может, здесь я найду ночлег? Нужно, главное, нащупать эту дверь. А, как же тут темно. Ну-ка. Где же она? Я не понимаю. О! Вот! Кажется, ручка здесь. А, нет! Нет, 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 нет. Быстрее! Ладно, переночую в управлении. Так будет лучше. Тут все равно пока нет охранника. Думаю, здесь безопасно. Это место. Сколько же тайн оно хранит. А кто там был в кладовке? Ах, тут слишком много секретов. От нас слишком много всего скрывают. Ну ладно, заснуть бы поскорее. Ну ладно, заснуть бы поскорее. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею. Продолжение следует...